МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте со Светланой Епифановой разберемся подробнее, каким образом осуществляется добровольная сдача незаконно хранящегося оружия. Давайте начнем с того, благодаря чему и как давно появилась данная программа. Данная программа появилась благодаря правительству Рязанской области и совместным действиям ОВД по Рязанской области и правительству Рязанской области, которые последние два года своим совместными обсуждениями все-таки достигли обоюдного мнения, что программа это нужна, и эта программа способствует профилактике преступлений, правонарушений. Где конкретно пункты приема оружия? Это территориальные органы внутренних дел, которые есть в каждом муниципальном образовании, то есть это органы внутренних дел, отдел полиции, отделение полиции, население, я думаю, знают, где они располагаются, потому что это те места, куда люди в любую беду, в любую проблему приходят. Вы могли бы сейчас о суммах, какое оружие, сколько стоит, и исходя из чего, опять же, вот такие расчеты получились? Расчеты делало Министерство региональной безопасности правительства Рязанской области. Расчеты, наверное, соотносились со средними суммами, которые в целом установлены в Российской Федерации, потому что подобные программы работают и в других субъектах. Они, конечно, увеличились в сравнении с тем, что было два года назад, и я думаю, что это должно заинтересовать граждан, которые, в общем-то, желают избавиться от незаконно хранящегося оружия. Много ли таких граждан, кто сейчас послушал вас в предыдущих средствах массовой информации, вот сейчас посмотрит, реально законно хотят избавиться от оружия? Уже есть такие обращения, уже есть. Не очень много, я так понимаю. Ну, не скажу, что вал желающих, но здесь никогда вала и не было, я думаю, что люди просто отвыкли от этого порядка, который был два года назад, и тогда, в общем-то, очень легко люди шли. За два года отвыкли, может быть, и подзабыли, что на самом деле это все очень просто, избежать ответственности в последующем, да еще получить за это деньги. Хочется изначально корень проблемы узрить, скажем так, откуда вообще у людей берется такое оружие? От дедушки где-то осталось, от бабушки все это хранят, да, или все-таки приобретают для того, чтобы хранить и потом думать, а что же дальше делать? Ну, конечно, таких исследований никто... Мониторинг какой-то хотел. У нас, наверное, не проводил, но все-таки я склоняюсь к тому, что люди находят, да, где-то как-то не придавая значения незаконным своим действиям, у кого-то, может быть, берут, когда-то, может быть, приобретали, тоже не понимая для каких целей, не осознавая всю ответственность незаконному хранению оружия. А сейчас у них есть возможность, в общем-то, исправить все свои ошибки прошлого и избавиться от этого оружия. А вот ваш центр какие-то профилактические мероприятия проводит, чтобы, например, в деревнях, да, походить, поспрашивать, как храниться, потому что очень много охотников, например, и бог знает, из чего они стреляют. Все-таки должен быть сейф, должны быть определенные меры безопасности. Проверяете? Конечно. Государственная функция контроля – это одна из функций полиции, и ее осуществляет не только Центр лицензионно-разрешительной работы. Этим занимаются и инспектора подразделения ЛРР, которые в территориальных органах дислоцируются, и в большей степени, конечно, участковые и полномочные полиции, которые раз в год в обязательном порядке посещают каждого владельца оружия и, естественно, проверяют соблюдение условий хранения. То, о чем вы говорили – наличие сейфа, правильное хранение, в общем-то, соответствие номеров в оружии тем номерам, которые указаны в разрешении. Вот у нас, к сожалению, так, в принципе, в стране все просто, когда все есть. Есть документы, есть определенные знания, есть, может быть, люди какие-то знакомые. Если чего-то нет, давайте начнем сначала с необходимых документов, которые вместе с оружием нужно принести на пункт. Если мы сейчас говорим о незаконно хранящемся оружии, то здесь нужно принести только оружие, ну и, наверное, документы, удостоверяющие личность, чтобы уже сотруднику было легче проводить проверочные мероприятия. А если мы говорим о оружии гражданского оборота, которое где-то, когда-то было зарегистрировано, то, конечно, если хоть какие-то следы, там, может быть, старые просроченные разрешения, может быть, не знаю, объяснения соседей, там, дедушки, бабушки о том, где, когда они это оружие нашли, то все, что есть и все, что поможет сотруднику полиции правильно исследовать все обстоятельства, связанные с этим оружием, то все это, конечно, нужно принести. Очень большой процесс исследования, правильно? То есть нужно установить что-то? Это же длительно все. В современном мире, да, информационные технологии, и телекоммуникационные технологии, они очень далеко шагнули. Базы, которые отслеживают движение оружия, движение человека, они, в общем-то, уже достаточно современны. И сотруднику полиции достаточно по всем учетам, которые существуют на данный момент в полиции, и по тем учетам, которые есть в других органах власти, с которыми мы осуществляем межведомственные электронные взаимодействия, в общем-то, 10 дней будет вполне достаточно сотруднику полиции, чтобы понять природу этого оружия, провести экспертное исследование на предмет, является ли оно огнестрельным, является ли оно боевым, либо оно к другой категории оружия относится. И, в общем-то, через 10 дней выдать соответствующий документ, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела гражданину, чтобы он уже обращался за выплатами. То есть вот эти сроки надо выждать? Конечно, конечно, 10-дневный срок нужно выждать. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность в исключительных случаях продления этого срока, но я надеюсь, что здесь такого не будет. В общем-то, здесь все достаточно легко и понятно. А все моменты уже продуманы, или есть все-таки какой-то минус, о котором мы можем сказать? Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, оно все-таки должно пройти согласование органов прокуратуры. Оно ведь может быть отменено в случае, если не все обстоятельства исследованы. Поэтому торопиться, наверное, в 10-дневный срок идти за постановлением об отказе и сразу же нести его для получения выплат, наверное, было бы не совсем правильно. Потому что после проверки, после оценки законности данного постановления органами прокуратуры могут возникнуть какие-то еще вопросы. Конечно, это редкие случаи отмены постановлений, но исключать этого тоже нельзя. А если человек не может объяснить, откуда у него оружие? Ну, как бы привлекает же дополнительное внимание. Все-таки люди в форме, у них специфическое мышление, что бы кто ни говорил. То есть это лишние какие-то, может быть, бюрократические моменты, а может быть, человеческие, профессиональные. Наверное, мои слова могут быть восприняты не совсем правильно, но есть такое прекрасное слово. Нашел. Теперь представим ситуацию. Человек с крупным достаточно оружием идет в пункт. У него с собой, например, паспорт. Его же могут остановить где угодно, проверить документы, посмотреть, что с собой. Все-таки крупное оружие, оно как бы имеет определенный рельеф. Как реагировать, что посоветуете? Можно ведь растеряться и себе же навредить, зная наших-то. Все-таки хранение оружия незаконного, да, это уже изначально правонарушение. Если человек желает избавиться от этого оружия, то есть легкая возможность набрать 0,2 и вызвать сотрудников полиции к себе домой, чтобы не создавать все лишних проблем, неся это оружие еще по улице, да, и потом объяснять, если тебя остановили, да, что ты идешь его сдавать. Для этого нужно вызвать, приедет следственная оперативная группа и все зафиксирует. Все-таки, скажем так, интерес и ваших сотрудников, и нас, как журналистов, к оружию почему-то возрастает. То есть это действительно актуально, все больше людей им пользуются. Вот какую-то тенденцию хотелось бы напоследок услышать от вас. Интерес к оружию действительно возрастает. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с повышением достатка, с повышением доходов граждан, с тем, что жизнь стала достаточно многогранна, у людей появляются новые хобби. В общем-то, Центр контролирует в большей степени гражданское оружие, которое зарегистрировано и учтено. И сейчас я говорю об увеличении приобретения гражданского оружия, которое люди приобретают в целях охоты. А увеличивается ли количество незаконно хранящегося оружия? Наверное, это можно посмотреть по динамике выявления данных преступлений. Но я не скажу, что здесь сильно-сильно у нас увеличение идет в Рязанской области. Все достаточно стабильно, подконтрольно. И вот эта программа, она, в общем-то, и помогает нам держать вот эту стабильность. В том, чтобы именно незаконного хранения оружия не было так много. Для стабильности давайте закрепим статьей, что грозит. Ну, это неминуемо лишение свободы. И людям нужно призадуматься, стоит ли нарушать закон. Ну, этого и пожелаем нашим телезрителям. Подумайте несколько раз. Удачи! Это была программа Подробности. Продолжение следует...